Ай, твою мать, ползуха, ну ты чего? Ну, успокойся! Прости меня! Друзья, всем привет, на связи Кирилл Алексеевич и админ группы Holy Reptiles Market. В последнем видео вы просили поснимать что-нибудь про скорпионов, сегодня именно этим и займемся. Сзади моя небольшая коллекция скорпионов, здесь не все, здесь в основном гитарометрусы. Я их всех содержу в полутора литровых таких пищевых боксах, там стоят поилки, у кого-то есть кора, у кого-то нет. Также у меня здесь пауки немного греются. Принцип всей этой стойки такой, что здесь расположены палки такие вот, колхозные весьма. Сюда прикреплены термоковрики. И, собственно, термоковрик с двух сторон греет сразу целый лот хабитатов. Вот так вот он их обогревает. Скорпионом хорошо, кайфово. Коврик шпарит на 32, фоновая получается где-то 27-28 и, соответственно, в одной стенке получается где-то 30-31. Всем нравится. Еще раз продемонстрирую вам свои нанотехнологии. Здесь расположены стойки просто на штакетнике. Раз, два и третью вы не видите. К ним, соответственно, прикреплены термоковрики просто на скотч. Это не опасно, если что, все нормально. Коврики на 20 ватт, размером 42 на 28. Это очень удобно, потому что помещается как раз в два ряда, 6 контейнеров по полтора литра. Скорпионам высоты вполне хватает. Даже можно туда поставить пластиковый горшок с вырезанным входом. Но я в последнее время этим не пользуюсь, потому что, как выяснилось, в общем-то, нормально, если скорпионов не беспокоить. Они стабильно здесь рожают, ничего не боятся. И все у них отлично. С другой стороны, от термоковрика расположена поилка, которую я эпизодически наполняю. И вот здесь они проводят всю свою жизнь. Сегодня я вам конкретно хочу рассказать про вот этот вот контейнер. Там у меня самка неба Аманенсис, уже с малышами, вышедшими в первую линьку. Это первый в России развод, и в СНГ, скорее всего, тоже. По правде говоря, мой коллега тоже недавно развел этот вид, но у него на днях только вышли нимфы, то есть самка только родила. А у меня нимфы уже вышли в L1, поэтому пальму первенства присваиваю себе. Сейчас буду вам про него рассказывать, сниму покрупнее и расскажу, где он обитает, какие ему нужны условия, чем он прекрасен. А вид этот прекрасен. Вот он, наш замечательный скорпион неба Аманенсис. Я вам буду показывать на руке самца. Самец довольно крупный, почти гетераметрус. Самку покажу попозже, ее на руке я не могу показывать, потому что она с нимфами. Вот так выглядит самец. Обитают они в Амане, потому что он назван, именно поэтому, точнее, он назван Аманенсис. И еще в Объединенных Арабских Эмиратах. Обитают на горном хребте Хаджар. Поэтому, соответственно, многие люди думают, что это пустынник. Это не пустынник. Горный хребет Хаджар. Там есть реки, озера. Там есть плантации. Там выращивают бананы и так далее, и так далее. Почитайте сами. Сейчас буду показывать вам самку с нимфами. Как я уже говорил, держу я их в таких вот пластиковых контейнерах на полтора литра. Там у нас расположена паилка. Давай, друг, иди. Грунт, как вы можете заметить, влажный. Опять-таки, уточняю, что это не пустынник. Сюда я наливаю воду. Они постоянно копают. Кушают туркмена. Вот одного как раз он ел. Я его отвлек. Кот пошел. Давай назад. Сейчас продемонстрирую самку. В этом контейнере у меня проживает самка. Точнее, одна из самок. Она была спарена 10 числа 12 месяца. Соответственно, 10 декабря она была спарена. Ну и вот где-то 10 августа она родила. Соответственно, считайте сами, беременность длилась... Сколько там, блин? 9 месяцев. Как у людей. Самкам я ставлю кусок коры в качестве укрытия. Потому что они собирались рожать. Поэтому на всякий случай я ставил. В том году они рожали под корой. В этом году она решила сделать это сверху. Также у самок стоит поилка. Грунт влажный. Примерно 70-80. Может быть больше. Это на глаз. Я никогда толком не мерил. У этой самки обломаны немножко клешни. Но это не мешает ей охотиться. И так далее. Фотку спаривания, наверное, тоже прикреплю. Хотя мне не очень нравится эстетически прикреплять фотографии в видео. В том году на одной самке было 54, а на другой 50 мальков. На этой, я думаю, тоже не меньше полтинника. Они уже вышли в первую линьку. Скоро будут линять. Ой, линять. Скоро будут убегать с мамаши. Соответственно, я их буду рассаживать. Сейчас попробую снять покрупнее. Насколько позволяет мой объектив. Конкретно эта особь не с Амана, а из Объединенных Арабских Эмиратов, с того же Горного Хребта. Возможно, аманские особи отличаются по окрасу. Не знаю. У нас их нету. И не знаю, когда будут. Еще одна самка у меня собирается рожать. Я думаю, я покажу вам, как просвечиваются нимфы через брюхо. Это очень интересно с точки зрения наблюдения. Самка, соответственно, обороняется. Скорпионы весьма неплохие родители, так скажем. Поэтому даже если ее постоянно гонять, смотреть, кормить, то, в принципе, мелочь она не должна съесть. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Скоро мелочь будет в продаже в моей группе Holy Reptiles Market. Ссылка на нее будет в описании, между прочим. Цена будет ниже, чем в прошлом году, потому что в прошлом году было первое разведение. Точнее, не разведение, а потомство было получено от природной самки. Поэтому разведением мы это, естественно, не считаем. Потом я уже ее спарил, соответственно, осенью, точнее, зимой. И теперь это точно можно назвать разведением. Мелочь будет дешевле, чем в том году, потому что у меня развелась одна самка. Очень надеюсь, что родит вторая. И еще у моего коллеги, соответственно, я думаю, там не меньше 50 штук тоже должно быть. А вид этот, к сожалению, не очень востребован в нашей культуре, в России. Хотя в США вот он стоит, ну, порядка 80 долларов за мелочь, за L1. Представляете? А у нас какие-то копейки. Пока вы смотрите на фотографию спаривания, я хочу добавить, что я для разведения использовал зимовку. Длилась она примерно 2 месяца. Я опускал температуру до 18-20 градусов. Также не поливал и убрал поилку. Затем постепенно из зимовки выводил. Повышал влажность, повышал температуру и так далее. Но у моего коллеги из Иркутска, собственно, разродились без зимовки. Поэтому, в принципе, вид не является сложным в разведении, как оказалось. И можно разводить его, собственно, без зимовки. Также я оставлял себе потомство прошлого года, которое сейчас уже четвертой линьки. Было оно тоже в августе. Вот за год они. Нифига себе, улетел. Сейчас, друзья, заминочка. Иди сюда. Вот так они сейчас выглядят. Четвертой линьки я их уже определил по полу, самцов и самок. Я смотрю по крышечкам, пектины не считаю. Скорпион не очень агрессивный. В принципе, не агрессивнее гетерометруса. Если вы начнете докапываться до гетерометруса, он будет себя вести абсолютно так же. Яд у них слабый, поэтому этот вид можно рекомендовать новичкам. Сейчас подростки у меня уже четвертой линьки. Себе я уже отобрал, поэтому они тоже есть в продаже. Первое поколение от природников. То есть самые сильные и мощные ребята. Здесь у меня находится вторая самка. У нее есть укрытие, потому что она скоро будет рожать. Как видите, она под него спряталась. Я думаю, этот момент скоро настанет. Но, тем не менее, я очень хочу вам продемонстрировать, как видно нимфы через брюхо. Так мне удалось зафиксировать самку. Сейчас фокус настроим. Вот эти вот белые штучки. Это, собственно, и есть нимфы. Их отлично видно через брюхо. Вон их. Довольно большое, я думаю, там количество. Я, конечно, наверное, рискую тем, что снимаю эти кадры. Может быть, она психанет, потом всех сожрет и так далее. Ну, в принципе, не жалко, если что. И в целом, я думаю, это весьма интересные кадры. Видно их, естественно, с обоих сторон. Вот здесь тоже они есть. Даже видно на них небольшие полосочки. На самих нимфах. Вот они везде, здесь вдоль брюха располагаются. Ай, блядь, больно. Что ж, будем ждать родов. Надеюсь, всё будет успешно. Очень красивый скорпион. Ещё раз повторю, что это не пустынник. Держать его нужно на влажном грунте. Соответственно, прогревать его нужно до 30-32-33 градусов. Обязательно нужна поилка. И кормить, как обычно, тараканами. Можно за фобосом. И так далее. Что ж, ребята, я исполнил то, что вы просили. Снял вам видео про скорпионов. Пишите, про что вам ещё поснимать. Было бы интересно, что вам увидеть. Постараюсь также это выполнить. В основном, конечно, в моей коллекции пауки. Поэтому больше будет видео про пауков. Скорпионов у меня не так много. Но обязательно, как кто-нибудь будет рожать, я буду вам снимать новые видео. До скорых встреч!